Харьковские ассамблеи, фестиваль объединяющий культуры всего мира на одной сцене, выбрал своих героев. Иван Котляревский и Йозеф Гайден. Эти люди жили в одно время и по одним принципам, объясняют организаторы. Главная идея и творцов, и самого фестиваля – ценить каждый миг жизни. Мы не должны поддаваться ни на какие провокации. Мы должны быть вот этими гениальными людьми. А жили они, подчиняясь законам вот этого самого искусства, оптимизма. Почти все произведения Гайдена написаны в мажоре. Великий Моцарт назвал австрийского композитора «отцом». В первый день фестиваля на сцене Хатуба звучит 39-я симфония Гайдена в четырех частях. Исполняют произведения молодые харьковские музыканты. В зрительском зале начальник городского управления образования Ольга Деменко. Чиновница уверена, скоро Харьков вернет звание Центра украинской культуры и искусства. А международный праздник музыки – это аванс городу. То, чего я не умею, то кажется волшебным, то кажется невероятным. Поэтому, вы знаете, я выросла в деревне. Я не имела возможности научиться играть ни на каком инструменте. И для меня музыка – это каждый раз чудо. В зале гости из Беларуси. После дня переговоров о машиностроении, сельском хозяйстве и газодобывающей отрасли Минская делегация принимает решение о сотрудничестве в сфере искусства. «Думаю, что в следующем году, когда у вас будет очередной фестиваль, у нас прошло 15-16-й, мы тоже пригласим своих земляков всегда к вам, на вашу сцену». Шоу классической музыки будет торжествовать на харьковских сценах еще две недели. Анна Симоненко, Антон Калита, медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова